МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Постановку транспортного средства на учет поможет интернет. То владелец может обратиться через портал госуслуг www.gosuslugi.ru либо через портал ГОБДД и по ссылке уйдете также на госуслуги. Значит, по госуслуге вы можете записаться в удобное вам время, в удобный день и в удобный час, минуты и так далее. И с этим пакетом документов обращаетесь как на Спешилово-107, так и бульвар Гагарина-80. Здесь у нас отдельное окно по госуслугам. Добавим, что на бульваре Гагарина-80 в госавтоинспекции действительно заработало еще одно окно по приему документов на постановку транспорта на учет. Но обслуживает оно только тех, кто воспользовался электронной записью на сайте госуслуги. Следующая тема поднимает ее Валерий Викторович. Я являюсь директором общества с ограниченной ответственностью. Какие документы я должен перенести в пенсионный фонд, когда пойду на пенсию? Валерий Викторович, при выходе на пенсию вы должны предоставить точно такой же пакет документов, как и любой человек, обратившийся за трудовой пенсией. Мы не смотрим статус гражданина. То есть есть общий порядок представления документов для назначения пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Гражданину самое главное нужно написать заявление, предъявить паспорт, ну и так сказать, ну как бы те документы, которые он по собственному желанию может представить. Если каких-то документов нет, мы объясняем гражданину, чего не хватает и говорим, что мы делаем запросы, но вы, значит, для ускорения можете параллельно тоже обратиться в те или иные структуры. 2 633 100 абонента Утро, информационно-справочная служба утрособакарефей.ру. Обращайтесь в рубрику по любым вопросам. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова